Грифлэндс На данный момент, да, она только в Epic Store Но всем тем, кто приобретет ее в Epic Store Также дадут копию и в Steam И для кого это важно Я должен проговорить эти моменты Тем не менее, что из себя игра представляет Это такая помесь RPG Рогалика и ККИ Причем достаточно клевая По этой игре я уже провел пару стримов Вне стримов поиграл И должен С вами поделиться, в общем-то, наверное, каким-то мнением И рассказать о том, какой я билд смог построить Вот, уже более-менее осознанно Начав играть в эту игру Потому что в первый раз я играл, само собой, пробовал Просто разные карты, смотрел механики Смотрел, какие тут вещи Вообще есть и что с ними можно делать Когда я начал уже играть более осознанно То Мне уже удалось построить реально Интересный билд И уже начать как-то понимать и ориентироваться В этой игре Но давайте, наверное, к самой игре перейдем И в этом видео попытаюсь вам немножечко о самой этой игре Поведать и рассказать Да, это альфа В ней не так уж дофига контента Это даже не early access Но они ее будут наполнять Каждые две недели выпуская по обновлению То есть два обновления в месяц На протяжении года И через год, где-то в следующем июле Она выйдет в ранний доступ И там буквально пару месяцев в раннем доступе И релиз Но это прям в идеальном случае На данный момент у нас есть только один играбельный персонаж Но давайте я покажу, как выбирается Ну, создается вообще новая игра Это у нас Cell Это девушка Кто вдруг не понял Здесь есть уровни сложности Но вот я пока что не прошел Игру на раз Чтобы этот уровень открылся У меня новые сложности Но вот сейчас мы, кстати, пройдем, наверное Четвертый день Тут, в общем-то, пять дней Есть некая общая цель У нас Cell это баунти хантер Охотник за головами, по сути Она охотится на кашу И вот пятого дня с кашу пока что нету Есть четыре дня Я в четвертом дне один раз запорол все Потому что я играл по очень жестокой страте Здесь очень сильно реализован момент Как бы Того, что если ты ведешь себя как скотина То все для тебя крайне очень плохо может закончиться Мне там очень много негативных эффектов Не спаслала игра И, в общем-то, я там завалил финальную битву Но не суть Ну, финальную на текущий момент Понятно, что в самой финальной будет с кашу Тем не менее Так как это все-таки отчасти рогалик У нас здесь есть возможность онлокать карты Достаточно много карт на самом деле Такие паки Здесь три карты Для деки на разговорах Да, на убеждении И для батл деки Вообще, особенность игры в том Что у нас есть, собственно, две деки Мы можем убеждать Мы можем бить Причем бить не обязательно убивать То есть мы можем просто избить от мудоха человека Ну, или там не человека Тут, в общем-то, разные какие-то неведомые твари, расы Заставить его просто банально сдаться И не всегда имеет смысл убивать Потому что там у убитого может быть друг Он вас возненавидит И потом где-нибудь в стычке вам там нож в спину воткнет И вы еще разные негативные эффекты с этого всего словите То есть разные действия в этой игре имеют свои последствия Причем порой весьма ощутимые И это клево Здесь вот второй пак я анлокнул Тут тоже интересные карты Причем вот эти карты Кстати, вот эти две карты Я их в деке использую Они очень прикольные У меня дека именно на уговорах То есть основная тема персонажа в том Что он кричит Ну, то есть дека на запугивание по факту Вот на этих красных картах Тут вот батл Дека тоже какие-то карты нам показаны Причем тоже интересные Я так понимаю, что до сих пор Мне недоступна возможность строить абсолютно любые деки Надо анлокнуть вот эти карты И тогда появится больше вариативное составление этих самых дек Ну и здесь открылся внешний вид Это просто шмотки То есть сел несколько иначе начинает выглядеть Соответственно еще планируется два персонажа Вот, со временем их тоже введут Плюс здесь делают пятый день для сел С битвой с кашу Ну и вообще планируют наполнить контентом Еще сильнее в сами эти пять дней Чтобы вариативности было еще больше И это круто Это такая была достаточно затянутая водная часть Ну а теперь давайте переместимся К моему прохождению В общем-то я уже там на четвертом На данный момент финальном дне в Альфе Собственно, вот мы и на месте Да, еще стоит отметить тот факт Что игра на данный момент только на английском языке Это не супер критично, можно играть У меня очень поверхностные знания английского Мне в принципе худо-бедно хватает Там где-то Google Translate воспользуюсь Где-то так И в общем-то общий смысл тут Ну достаточно несложно улавливать Вот как-то в глубину погрузиться уже посложней Но пользоваться картами достаточно просто Основные все механики Они как бы достаточно очевидны, понятны В этом у меня сложности нету Да, с пониманием сюжета И вообще вот этого всего мира устройства Тут какие-то могут возникнуть проблемы Не знаю нормально английский Но надеюсь, русский язык появится в игре позже Потому что на альфа-стадии вряд ли Сюда будут другие языки завозиться Возможно позже Может быть и нет ХЗ посмотрим Ну у клеевцев в последнее время Наблюдается такая тенденция Что они во все свои игры завозят Ну различные языки В том числе русские У нас есть персонаж Сел У нас есть соответственно деньги У нас есть здоровье И у нас есть резолв Но это решимость Которая используется Вот именно Как ХП при разговорах То есть у нас стандартный ХП Это при битвах А это у нас при разговорах То есть наша решимость непоколебима Либо же ее могут поколебать И вам не удастся кого-то убить Дальше мы можем посмотреть Как нам относятся Жители вот этой всей местности У меня есть два Типа по всей видимости Которые прям любят меня И если удается Получить я не знаю Любовь собственно этих персонажей Мы получаем и бонусы У них У разных персонажей есть разные бонусы Но эти два из одной фракции Они мне дают бонус На дополнительный драфт Ну то есть в начале Хода я драфаю Ну то есть достаю Одну экстра карту Это клево По сути две Потому что у меня два бонуса Одинаковых здесь Есть Причем они тоже из одной Фракции Я так понимаю Именно Баф Либо дебаф Зависит от фракции Потому что у Фракции Они я так понимаю Одинаковые По крайней мере на данный момент Опять же Это альфа Все может достаточно сильно Измениться Вплоть до интерфейса Это легко и просто Вспоминаем тот же Don't Starve В альфе он был Совсем одной игрой На релизе Там совсем другая То есть там очень сильно Все изменилось Дальше у нас есть Графты Такие некие Аугментации Которые мы ставим Причем они есть боевые Есть соответственно Разговорные Количество вот этих вот Слотов Кстати можно тоже увеличивать Там В ходе каких-нибудь Событий Либо на старте игры Ну и так как у меня Дека в основном На убеждениях используется Я в основном пытаюсь Разговорами решать Ну по факту Запугиванием Я активно запугиваю У меня вот эти красные Карточки используются Тут еще есть дипломатия Но я ее Поудалял отсюда У нас в общем-то Контроль над декой Достаточно большой Потому что мы можем Удалять достаточно часто Карты Есть некие Задания Ну по завершению которых Нам позволяют это сделать Есть ночной магазин В котором мы стабильно Раз в день можем Удалять Ну за деньги Правда Если у вас есть деньги Вот И вот это очень сильная Дека на самом деле Кричать и орать На врагов Очень выгодно И тут вот эти Есть карты Которые разыгруются Автоматом Ну у них очевидный минус Если они вам в руку Заходят То не очень клево Но они из любого Ну из деки Спокойно разыгрываются При выполнении Определенных условий То есть тут надо Разыграть просто Три карты Господи Вот этих вот Красных И разыграется Этот эффект Появится Хейтед В общем-то Один из доводов Который будет тоже Дамажить Вражеский резолв Это прикольно Но это мы посмотрим Непосредственно В бою И у меня есть Эти самые Графты На убеждение Это дает Один экшен Поинт Да Каждый раунд Но все карты Дипломатии Наносят на 50% Меньше дамага А у меня их в принципе Нет Мне пофиг Здесь у нас Мы начинаем В общем-то Дебаты С одного Доминирования Доминирование Очень важно В деке На запугивание Ну и здесь Когда мы получаем Доминирование Мы дамажим Все таргеты врага То есть По всем его аргументам Единичка дамага Наносится Получаем два доминирования То есть Две единички Наносятся Тоже очень клево Ну и боевая дека У меня гораздо слабее Развита У меня есть Ферст Булт Да Первая кровь То есть Первая наша атака Наносит еще два Кровотечения У меня был Песель Его убили Но вот это вот Итем Который дает Плюс 10 Хитпоинтам Песеля Плюс тут есть еще событие Которое позволяет Потренировать Песеля И он будет Еще более сильным И толстым Ну и боевая дека У меня в основном Строится на том Что я заставляю Врага кровоточить То есть У меня здесь все Вкачано В кровотечение Причем здесь Интересная система Прокачки Чем больше вы играете Какую-либо карту Тем соответственно Быстрее вы ее можете Прокачать И прокачать Нам предлагают Из двух вариантов На выбор Карту Это тоже Интересная механика Ну давайте Сейчас попробуем В какой-нибудь Наверное диалог Вступить И посмотреть Как же работает Дека На запугивание Вот кстати Я пошел Взять задание И тут еще есть Интересная механика Мы можем Приболтать Нашего оппонента Заплатить нам Больше И с этой декой Это очень Даже неплохо Работает Плюс нам сразу Показывают Так как у нас есть Персонажа Которому мы нравимся С нами Он нам Какой-то бонус Накинет И с нами Есть персонаж Которому Не нравимся И он Как-то мне Сейчас навредит Давай посмотрим Там брони Куча Да Он мне сразу 7 урона Прописал Вот это кстати Эффект Негативный От тех Ребят Которые Меня хейтят Сразу написано Вот он Квик Вот он Меня хейтит Отсюда Мы получаем Негативный Эффект Найдем 5 урона Что достаточно Неприятно А тут еще и 30 брони Но у меня есть Кстати клевые карты Которые игнорят броню Это вот это вот И вот это вот Кстати И мы можем сходу Просто вшатнуть Без особых на то проблем Но Наверное мы поступим Несколько иначе Потому что Здесь у нас Вот есть аргументы В виде денег 82 монетки 99 54 Эти деньги Я конечно Хотел бы Как-то Отжать У него У меня 4 Акшенпоинта Здесь сразу видно Все наши Драфты Вот эти вот Да Или как они там Графты Вот Спешл карту Можем достать Достаточно много Сюда урона прилетает Неприятно Да Можем что-то Рандомное достать Я ее Шатнуть то конечно Могут Но мне это Абсолютно сейчас Не нужно Мне нужно В первую очередь Какие-то деньги Замутить Здесь Доминацию еще одну Получим Кстати Неплохо 2-5 урона Такс Ну давай посмотрим Что-нибудь Рандомненькое За 0 Это будет Неплохо Дравнуть Карту А ну это Тоже разыгрывается Автоматом Нам это не особо Надо Давай просто Вот так вот Сделаем Это 5 урона Это очень Даже И неплохо Наверное Вот сюда 99 монеток Как бы хочется Блин Сюда урон Достаточно много Влетает Это неприятно Но что поделать То есть вот Я эту броню могу Растворить на изи Оп Ой-ой-ой Там автоматом Разыгралась И автоматом Разыгралась Карта Вот с этим вот Хейтером Он будет тоже Надамаживать Ну правда Единичку Но тем не менее На халяву Как бы И уксус сладкий Давай сюда Дамажим Ну и в принципе 2-5 Урон не особо Хочется получать По всей видимости Я его получу А ну давай Вот так еще сделаем Продлим все Вот это Вот наше дело И Так как мы получили Доминацию Туда еще Немножечко Дамага влилась А немножко урона Если даже получим Ничего страшного Главное денег Отжать Максимально много Да чуть-чуть урона Получаем Не критично Зато у нас есть Вот эта вот Офигенная карта Правда Если я ее разыграю Сразу То она просто Получит урон В лицо И мы не получим Дополнительных денег Так А у нас есть Прокачанный Дьявольский взгляд Две следующих карты Разыгранные Да Двойной дамаг Будут наносить Поэтому давай Еще 60 монеточек Заберем Так Ну и все Мы закончим На этом разговор Награда наша За задание Она капитально Увеличится Плюс нам дают Возможность Выбрать какую-нибудь Карту Раздавить нам Оппонента Да Как бы у меня Вроде бы была Такая тема Но мне не особо То надо Сколько у меня еще Карта У меня 20 карт Мне в принципе Комфорт с теми картами Которые у меня есть Поэтому я возьму Просто денег Ну и можем Прокачать карту Кстати Отлично Можем Симпровизировать Две Две рандомных Карты Запугивания Да Они будут стоить Ноль Либо же одну Но она будет Прогрежена Давай две рандомных Это наверное Несколько Интересней И 200 шилов Мы получим сверху Итого награда 320 То есть Базово она была 120 монет Мы на 200 Увеличили По моему Очень неплохо Ну и вот Наше задание Да Мы Должны с этим парнем Разобраться Приболтать Либо его Либо же Отмудохать Вот В принципе Мне тут Отмудохать Помогут Но я думаю Мы сейчас Заболтаем Единственная Проблема Мы тут Двум Не нравимся Это Немножечко Будет проблемкой Потому что Скорее всего Нам сейчас Много сразу Уронов Пишут Ну и желательно Наверное начать С того Что мы Доминацию Получим Когда мы получаем Доминацию Помним У нас срабатывает Тема Идет дамаг Окей Если я еще Эту карту Разыграю Дравну карту Давай вот так Сделаем У меня защиты Особо нечем Сейчас выставить Уууу Отсюда урон Прям Шикарно Вылетел Супер И у нас Вот опять же Хейтед Сработало Эти карты Которые автоматически Срабатывают При выполнении Определенного рода Условий Это супер А ну у меня Три защиты есть Я наверное Сюда еще тоже дам Ну и просто В табло То есть нам тут Время тянуть Особо нет смысла Нам надо Максимально быстро На него Накричать Запугать Ну и тем самым Ввести его У него тут Два аргумента Которые как бы Дамаг Будут не кисло нам Вливать Но у меня Есть две карты Которые наносят Массовый урон Это клево Единственное Сейчас их пробустить Особо ничем не могу Ну по 6 уронов Всем аргументам Это очень сильно Поверьте Смотрите Просто оп По-моему неплохо Здесь 5-7 Давай Так Сюда у нас Он Блин Вот этот аргумент Мой разрушит Но меня не продамажит То есть он на 5 пробьет Единичка урона останется Она сюда перенесется Но это не критично Для меня Потому что у меня там Две брони без того есть Ну мы его практически расшатали Без особых на то проблем Потому что Ну деку которую я собрал Она сильная Она явно сильная Ммм Сюда пришли Поддержечка пришла Такс Ну давай посмотрим Симпровизируем Две рандомных карты Запугивания И у нашего оппонента Продолжать запугивать Тратит Кстати Две доминации Дает два экшена Нам это вроде бы Не особо надо Нам надо может быть Больше доминации Или просто дебатки взять Тоже вариант Ммм Давай тратим Доминацию Разрушаем Какой-то аргумент А какой аргумент Сейчас разрушит А у меня доминации То нету Лул Ладно Ну давай Дупликат Карта разыграется Дважды Давай вот эту карту Разыграем Вот А Но нам разрушать Особо нечего Да Неловко вышло Три шесть По идее Могу шатнуть Шесть Нормально Вывезли его По разговору Опять нам предлагают Какую-то карту Мне это ничего неинтересно Я просто возьму денег Ну и все Осталось Сдать квест По дороге еще может произойти Какое-нибудь рандомное событие Но Далеко не всегда Все Триста двадцать шилов По-моему Очень неплохо Плюс Специальную карту нам дали Которая дает Аж Тридцать Дефенса Но она На двою за всего лишь Не Разрушится Кстати Мы ей теперь Нравимся Если я дам ей Сто шилов То получу бонус Плюс два К макс хилу Давай Давай Почему нет Такой себе Конечно Не особо огромный Бонус Но тем не менее Так Она нас прям Теперь любит Тоже да Да Она нас прям Любит Если таких вот Много набрать Хотя бы штуки три Да То это плюс шесть Макс хила Ну тоже Как бы слабенько Достаточно Хотя С шестьдесят семь хилов Всего тут Каждый хил на счету А вот кстати Подкралась Ночь Здесь у нас есть Ночной маркет В котором мы можем Поудалять карты Либо прикупить карты Либо и то и другое сделать И вот такого рода Иногда происходят События рандомные В данном случае Наш друг Санд Сандрано Даст нам Что-то там Интересное Другой же друг У нас тут в беде Мы можем Пойти этому другу На выручку Если мы эти Ну какое-то Из этих событий Нам надо выбрать Иначе оно пропадет Ну давай Наверное Поможем Коги нашему Да Его тут Прессанули И я могу Опять же Отмудушить Вражину Да Которая тут Прессует Нашего дружбана Либо вывести Ее По разговору Я думаю Драться нам Еще предстоит Поэтому Ее мы сейчас Банально Вывезем По разговору Я думаю Это должно Достаточно быть Несложным Блин Надо бы Вообще Резолф Повосстанавливать Его тут В принципе Можно восстанавливать Просто Выпив С кем-нибудь Это достаточно Хороший вариант Ну и давай Две карты у нас Повышенный урон Будет Ну двойной наносить Начнем вот с этой карты По 12 урона Как бы Это очень сильно Это реально сильно Так 4-3 Давай сюда 4-10 В смысле Вот это автоматом Разыгралось Это тоже автоматом Разыгралось Прикольные карты Причем изначально Они не открыты Да Ну это вот Типичные элементы Рогалика Нам надо играть Чтобы открывать Новые какие-то Интересные Механики И карты Так По мне сейчас Никакого урона Не пройдет Просто дамажим Не думаю Что это сложно Будет Помочь Нашему товарищу Угу Там еще Каких-то Аргументов Он наплодить Успел Ладненько Не привыкать А Давай разыграем Дважды Вот это По 5 Дважды Нанесем По-моему Неплохо Сюда И сюда Так У нас тут Туда урон летит Но Ничего Особо Страшного Не произойдет Здесь можем Симпровизировать Дв карты Давай вот эту Симпровизируем Ой Симпровизировать Карту Которая позволит Еще Симпровизировать Карту Вот это Махинация Давай Всеми силами Раздамаживаем Просто Кстати Надо было В первую очередь Эту карту Разыграть Ну да ладно Не важно Потому что она Дает доминацию Мы тем самым Увеличили Свой урон Ну мы и так И так Вывезли Там еще И подхилились То есть Поддержка От тех Кому Вы нравитесь Очень Хорошая штука Собственно Так же Как и очень Сильно влияет То С кем Вы Не подружились Да Потому что Негативных Бафов Тут можно Словить Порядочное Количество Ну Карту Мы наверное Никакую Брать не будем У меня в общем Это нормальная дека Не хочу ее ничем Дополнять Все Он теперь нас любит Поэтому это как бы Полезно Помогать Нас уже четверо любят И он нам Какой-то бонус Выдал А То есть Когда мы Пьем Восстанавливаем В общем-то Наш Резолф На два больше Восстанавливается Клево А вот собственно Ночной магазин Тут обычно Три торгаша На данный момент Четок два У этой дамочки Можно купить Какие-нибудь Улучшения Только мне некуда Их особо Впихивать По-моему Я только одну Боевую Могу приобрести А что тут Боевую нам дает Дает Одно комбо Надо ли мне Вообще комбо У меня по-моему Карта на комбо Никаких нет Особо завязанных По-моему Да Ни черта У меня с комбо Связаны Нет Совсем нет Да и удалять Мне отсюда Ничего не надо В принципе Я уже все лишнее Поудалял А ну единственное Вот этот Double the Surrender Удалил бы То есть потому что Тут есть вот эта Шкала На здоровье Которая показывает До скольки нужно Опустить его Ну здоровье Оппонента Чтобы он Сдался Либо же там Забежал И можно эту шкалу Увеличить То есть он там Не на 10 хп Убежит А на 20 Иногда это полезно Но не факт Что сейчас Я могу Удалить Баттл карту Я вот эту карту И удалю Потому что она Троечку стоит Достаточно дорого Что-нибудь прикупить Хмм Щит Интересненький Дает 2 кровотечения Давай возьмем Потестим Насколько это Интересно Вообще Денег у меня Вообще много Я даже не знаю Куда их сейчас Потратить Единственное Что мы можем Пойти выпить Да Вот сюда Еще можно с кем-нибудь Выпить Чтобы отношения Улучшить Вот он Мы ему нравимся Мы с ним Сейчас подбухнем Может он нас Вообще полюбит Как бы Да Плюс 5 Макс хила Да А ну мы можем Просто дать ему денег Собственно Деньги есть Держи дружище Все У нас еще больше У нас теперь вообще Любит Нас все больше И больше любят Офигеть Пятеро уже Тут 2 всего лишь Макс хила Тут 5 По-моему неплохо Ну-ка Бухнуть с тобой Можно не? Нет уже Уже нет смысла Да Можем допустим С тобой Бухнуть Давай Чтобы немножечко Резолова повысить Единственное Что нам замешиваются Вот эти карты В обе деки Причем И в боевую И на убеждениях После того Как мы подбухнули Теперь я могу Другом сделать Еще плюс 5 Здоровья Получить за 150 Шилов Давай тратим Деньги Все шикарно У нас еще Один друг Завелся Это суммарно Плюс 12 Кхп Получил У меня уже 77 здоровья Неплохо Вот так вот Побухал Друзей завел В общем-то Близок я К финалу Четвертого дня Здесь есть Две крупные Группировки Ну куча мелких Это адмиралтейство И спри Причем Я выбрал Адмиралтейство В какой-то момент Там дают выбрать И мне надо Теперь лидера Спри Типа он Второй По опасности После вот этой Вот Каши На которую мы Охотимся вообще Только захватить Привезти живым Для этого мы Организовали Типа караван А он нападает Лично на караваны Здесь вот С ним есть ребятки Которых мы можем Либо же отмудохать Причем со мной Как бы Тоже ребятки есть Те которые были Плюс еще присоединились Для того чтобы Создать видимость Каравана Да Либо же можем уговорить Ну драться нам В любом случае Предстоит Ну С Нейденом Нейденом Я надам сказал Нейден Само собой Давай мы Опять по разговору Вывезем А там все равно С Нейденом Предстоит подраться Ю Нифига себе Хитерочки Алло Может мы их По разговору И не вывезем Что-то как-то Ой Улитка тоже пришла На помощь Что-то Как-то сильно 11 Вот это да Конечно Такого поворота События Я конечно не ожидал Но если что Подеремся А что теперь делать О Ну-ка Дрожь земли Сейчас мы тут Устроим Доминацию сначала Получим Немножечко Подамажим Плюс кучу всего Активируем Проблема в том Что у меня защиты Ни черта нет А тут как бы Куча урона Это рили Проблема Да Еще доминация Урона Это у меня Овер Дофига Но что-то Меня сильно Захейтили Она сейчас Наверное Предстоит драться Раз я не вывез По разговору Я не ожидал Что меня прям Так жестко Накидают Сходу О Карта Грэдится Ту же самую Тему Только Чуть домажнее Выберем То есть Мы можем Броню Убирать Абсолютно Всю Да Да Не вывез по разговору Дерись Логично Пытался Приболтать Их Ну да ладно Посмотрим Заодно На то Как тут Реализован Бой Собственно Можно посмотреть Кто меня Бьет Можно посмотреть Кого Мои оппоненты Бьют Я только С собой Руковожу Оппоненты Сами что хотят Творят Так Ты меня Бьешь Да Значит У меня Стан Вообще Есть Ну Сейчас Его нет Конечно В руке Нифига Как бы Надо Можем Что-то Симпровизировать Можем Что-то Симпровизировать Пытаться Эту карту Затестим Заодно Кровотечение Наложим На вражину И Наверное Какую Никакую Защиту Я на себя Накину Ну и Все Что я могу Сделать Причем Нам Сейчас С нейданом Драться Предстоит Надо И этот Момент Учитывать У этого Конечно Знатный Шотган С нами Еще И улиточка Которая Блокается У меня Вот Карта Которая Немножечко Дамажит И дает Мне силу О Меня Кстати Никто Не трогает Этого Парня Прессуют Активно Это Проблемка Так Ну давай Кровотечение Тебе Ну и наверное Силу То есть Сила Это банально Плюс Один урон К моим Атакам Что неплохо Так Улитка Там тоже Смотри Что творит Просто Раздамаживает Блин Ну вот Его Плохо Что прессуют У него Еще 4 А он Убежал Супер Зато Другой Прибежал То есть Максимум Четверо Могут Быть И Меня Бьют Это Плохо Кто Меня Еще Бьет Так Активно А Ты Меня Так Бьешь На 19 У меня Стан Есть Как Держи Вот Уже И не Бьешь Держу В курсе Да Плюс Можем По Рандомным Таргетам Подамажить Гранату Бросить На Всех Как Он Так Ну Дефенс Наверное Получить Кого Там Бьют Улитку Бьют Блин Мне бы Улитку Задефенс Пусть Наша Улиточка Живет Так Это Все Сдается Осталось Только Этого Разбить Быстренько А Его Сейчас Убьют Нафиг Помогать Вообще Не буду Просто Улитка В ярость Впала А ну Все Он Сдался Мы Их Можем Убить Но Наверное Не будем Этого Делать Пускай Убегают Какую Не батлкарту Взять Но мне Вроде Не особо То надо И Прогрейдить О Кстати За Единичку Юзать Ее Можно Либо же Так же Но Две силы Получать Две силы Да Не Давай За единичку Сделаем Потому что За двушку Что-то Как-то Дороговато Теперь Дейден Остался Давай С ним Склеснемся Нас Как бы Много Д1 Он Правда Призывает Еще Говнорея Это я знаю Вот это Есть Обилочка Которая Позволяет Кровотечение Накладывать Не только На того Кого ты бьешь Но на всех остальных Что тоже Интересно Я Я Я Наверное Ее Сразу И Про Юз Потому что Он Будет Там Призывать Всяких Наркоманов А Бьет Улитку Причем Да Отличный Выбор Улитка Так Окей Меня даже Кто-то Бьет Но это Не суть Как важно Так У нас Есть Атака Которая Пробивает Броню Поэтому Просто Получи И получи Кровотечение До кучи Чего бы Нет Я могу еще одно Кровотечение Пускай меня Немножечко Пробьют Не страшно Кровотечение Будем накидывать Там шесть Кровотечение Неплохо Плюс На этих Тоже Ребята По кровотечению Прокнуло За счет Нашей обилочки Собственно Вот она Здесь Отображена Кровавая Ванна Типа Да Задаваться Сильно Можно Там улитку Прям Прессуют Максимально Этого Мудошат Тут я могу Еще Кровотечение Накинуть За весь Нанесенный Урон Такс Еще Два Кровотечения Ну и на тех По одному Кровотечению Прокнуло Я думаю Все равно Нейдена Надо в первую очередь Выхлестывать Он тут Самый Противный Парень А все Один сбежал И этот Сбежал Супер Так Он прям Улитку Что-то Ненавидит Я смотрю Да Что она Тебе Сделала Вообще В курсе Держи Еще Кровотечение Просто Будем Заставлять Его Кровоточить Максимально Такс А Территория Решила На этого Переключиться Ну держи Еще больше Кровотечения И Еще Кровотечение 12 Кровотечения Просто 12 Урона В конце Раунда Почему Нет Кровотечение Прикольная Штука Одна Из Возможных Стратегий Причем У меня Баттл Колода Слабо Прокачена Абсолютно Слабо Тем не менее Получается Что-то Можем Симпровизировать А Ну Нас Сквозь Броню Как тебе Такая Импровизация Ну И все Мы Можем Либо Его Убить А Нам Надо Кстати По квесту Живым Доставить Поэтому Ладно Доставим Его Живым Опять же Карта Прогрейдилась Даже Две То есть Ее можно Прогрейдить В этом направлении Она будет Тупо Больше Дамажить Ну Возможно Больше Тут как повезет Либо стабильно Шесть Стабильно Возьмем Так Это у нас Тема Что Мм Дает еще Один Крипл То есть Урон Врага Будет Понижать Это Кстати Неплохо Тем более Что Это Карта Она Всегда В руку Заходит С таким Эффектом То есть В первую Самую Можем Что-нибудь Выбрать Уже Не важно И тут Что-то Можем Выбрать Уже Не важно Ну и В общем-то Прибыл я В Адмиралтейство Сдаем Нейдана На этом Заканчивается Альфа Пока что Четыре дня Реализованы Давай посмотрим На наши награды Так А что мне Деку открыло А это я нажал Посмотреть Окей Оппа Опа Еще одну награду Открыли Еще более Крутой Костюм Супер Карты Новенькие Это тоже Замечательно Тут еще Для дек на Комбо Супер И финишер Кстати для комбо Ммм Костюмчик Супер О еще Ух ты Пух ты Стан За трешку Ух ты Пух ты Крипал Блин Вот это тоже Прикольная тема Еще больше Интересных карт Нормально Неплохо Так пробежался Так А тут костюма Не дают Надеюсь костюм дали Ладно Ну там дальше Видать еще Какие-то Костюмчики Будут Все Теперь мы Можем начать Новую Игру Так как Это все-таки Рогалик Оно Предполагает Прохождение Здесь Можно уже Престиж Выставить Такс И Костюмы У нас Вот такой Вот В таком Выходили Теперь Еще появился Вот такой Вот костюм Ну прикольно Ну и первый Престиж Там союзники Будут послабее Да В битвах Ну что-то Типа Слэйзэспайр Механик Только здесь Престиж Ну и костюмчики Кстати прикольная Тема То есть можно Со стандартом Ходить Но это чисто Внешка Но тем не менее Тем не менее Сразу показывает Что ты типа Чего-то тут уже Добился Это мы только Четыре пака Открыли А тут еще Раз, два, три, четыре Шесть Тут еще есть Чего пооткрывать Скорее всего Там есть какие-то Прикольные карты Ну и плюс Это альфа Много чего Еще изменится Конечно хочется Увидеть русский язык В игре Хочется увидеть Уже новых персонажей Новые механики Новые квесты Игра очень крутая Мне дико зашла Визуально Геймплейно Она очень интересна Много находок Много всего разного Много возможностей Того как в нее играть Да Что делать Это классно На этом же Всем спасибо за просмотр Не забываем подписываться на канал Ставить лайк Если вам понравилось И Всем всего хорошего Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok